Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Ну да, вот действительно, это такой исторический пример того, как общественное мнение, общественное давление может изменить в сознании людей. То есть, ну, это существовало несколько, буквально там, столетий в Америке, отношение к цветным, к людям другой красы, другой кожи, пренебрежительно их тут не считали, ну, считали людьми второго сорта. И тем не менее, вот удалось это победить благодаря тому, что люди выступили единым фронтом. И, кстати, вот такая жесткая мера, как бойкот, бойкот общественного транспорта заставил владельцев автобусов сдаться. Что, вот насколько, как вы считаете, насколько, что нужно сделать для того, чтобы раскачать общество? Потому что понятно, что кто-то думает, что, боже мой, ну вот пускай медики сами и выходят там на протесты, что, при чем тут я, пускай они сами разбираются. И, может быть, ну, какое-то такое разобщение общества пока и дает возможность, ну, не знаю, творить какую-то несправедливость, я имею в виду, ну, невыполнение своих собственных предвыборных обещаний. Это очень правильный вопрос, насколько далеко нужно зайти, чтобы что-то поменялось. Но вы очень правильно заметили, что общество сейчас не совсем поддерживает медиков, но это очень сильно поменялось. Если мы посмотрим на два года назад, когда семейные врачи бастовали, то общество было намного радикальнее настроено. И был раскол в обществе ассоциаций медицинского персонала тоже. И это первый прецедент в истории Латвии, когда все медицинские организации, молодые врачи, общество врачей, все вместе и готовы стоять на одном. Вчера кабинет министров заявил о том, что мы дадим 20% все-таки молодым врачам, всем остальным только 10% насчет чего они, скорее всего, ждали, что они смогут расколоть нас всех. Потому что об этом говорил каждый, даже депутат, которому не лень, я специально вчера пересмотрел новости вечером, каждый говорил о молодых врачах. Они последние года, сидя в Сейме, никогда вообще не говорили о молодых врачах. Они не понимают, что происходит в медицине. Но вчера вечером даже они сказали, что вот мы дадим молодым врачам, чтобы все было отлично, чтобы они успокоились. Неужели. Да, и перестали что-то кому-то говорить, потому что, понятное дело, что все это сопротивление, оно началось с молодых врачей. Как это часто происходит, со студентов в странах начинаются разные движения, то с молодых людей, то у нас с молодых врачей. То есть молодые врачи смогли объединить, посадить все организации за стол и сказать, нужно общее мнение, иначе мы ничего не сможем достичь. И очень интересно, что сейчас происходит в новостях, где пытаются рассказать о врачах, которые получают больше 30 тысяч евро. Именно, именно. И как раз сейчас эти новости стали очень активно появляться. А это каждый год. Это вброс. Это, конечно. Это Латвия Сабедриска и Смедейс, ЛСМ, которые запустили проект про рак, где рассказывают про взятки. То есть они не рассказывают ни об одной реальной проблеме, о которой знаем мы, о которой мы пытаемся говорить, но они не находят резонанса в обществе. Это маленькое финансирование. Это никто не пытается сделать саму систему создать. Как пациент попадает, если он заболел, что с ним происходит? Кто его посылает дальше к врачам? Как он вообще выйдет из этой системы? И никто не пытается говорить о реальных проблемах. Все пытаются вбросить в общество какую-то новость, большие зарплаты о тех же 30 тысячах. Если прочитать эту новость, то там написано, что человек получает 39 тысяч. Это общий его доход в месяц. И из этих денег 33 он получает в частном секторе. Но никто не говорит, это в медицине или у него семейный бизнес, или у него уже давно какие-то фирмы. Поэтому мы к этому были готовы. То есть так называемый черный пиар, он каждый год проходит в тот момент, когда нужно принимать бюджет. И когда поднимается опять речь о дополнительных деньгах в медицине. Но поскольку не добившись выполнения тех обещаний, которые были приняты депутатами Сейма и правительством в том числе по повышению выплат всем медикам на 20%, вы продолжаете акции протеста. Я напомню, 7 ноября действительно такая исторически масштабная акция протеста состоялась всех медиков. Как вы сказали, насколько мне известно, там были не только медики, но и не все неравнодушные люди подключались к этой акции. Сейчас по всей Латвии проходит акция «Приспусти флаг, зажги свечу». Действительно ли у всех медицинских учреждений сейчас можно наблюдать горящие свечи, приспущенные флаги? Ну про все медицинские учреждения я не скажу, но вчера вечером молодые врачи вместе с уже сертифицированными врачами мы поставили свечи у кабинета министров. Я думаю, что сегодня это будет продолжаться. И я знаю о некоторых медицинских учреждениях больших, которые собираются сегодня официально приспустить флаг своей больницы, чтобы показать солидарность о том, что все больницы, все работники стоят сейчас на одном. Здесь нет места, месту компромисса. Мы, опять же, отвечая на этот черный пиар, нужно сказать, большие зарплаты, о которых там говорят 2, 3, 4, 5 тысяч евро, они у менее чем 1% работников. В Латвии средняя зарплата медицинского персонала ниже средней зарплаты по Латвии, то есть во всех остальных отраслях. Это порядка 970 евро, это средняя зарплата медицинского персонала, это если мы всю систему вместе берем. И если кто-то говорит, нет, ну вы давайте разберитесь вначале с теми, кто получает вот эти большие зарплаты, аргумент номер один, их реально меньше, чем 1%. Я даже по-честному скажу, их больше, чем, меньше, чем 0,5% от всех работников медицинской системы. Аргумент номер два. Я, то есть мы, молодые врачи, достаточно прагматичные люди. Мы не политики, за нами не стоят политики и какие-то ходят разные слухи, но не стоят. Мы хотим лечить пациентов, мы хотим работать в своей стране, мы хотим приносить благо народу этой страны. И если мы посмотрим чисто на факты, наше финансирование медицинской системы составляет 3,8% от ВВП. Средняя по Европе более 7%. Ну 6 обязательно должно быть, да. А должно быть в Литве и Эстонии больше 5%. В Эстонии 5,8% уже, и они продолжают наращивать этот потенциал. И понятное дело, что в Эстонии, почему Эстония вырвалась так вперед. Вот, они не сделали это вчера или не сделали это сегодня. 10 лет назад эстонцы поняли, что кризис, 2009 год. Эстонцы уезжают, сейчас о врачах конкретно, ну конечно не только врачи уезжали, уезжают массово за границу. И государство должно что-то сделать. Они сели также за круглый стол переговоров, как мы, но только в их случае и политики, и депутаты, все стороны были за то, чтобы составить план 10-летний, которым следуют все. И не важно, меняется власть, не меняется власть, государство остается одно. Люди это те же самые жители Латвии. И все следуют этому плану. И они каждый год повышали по чуть-чуть. В их случае это было каждый год по 50 евроцентов за час. Работы, что значит на 5 евро в течение 10 лет за час они повысили зарплату всем работникам. И конечно же оговорили то, сколько процентуально. То есть взяли за базовую ставку врача, то есть врач должен получать столько и столько. Кстати, я тоже жду вопроса, которые задают все. А сколько же вы хотите? Тысячу, две, три. Сколько врачу нужно? Так вот, у каждого свои потребности, но для того, чтобы не было никаких дискуссий о том, сколько должен получать врач в каждой стране, Всемирная организация здоровья, ВОЗ, сделала у них, то есть официально это принято, что считается, что врач хорошо оплачен и честно его труд оплачен, если он получает, если минимальная зарплата врача в стране в два раза больше, чем средняя зарплата по стране. То есть в случае Латвии, если мы об этом говорим, то сейчас у нас около 1100 евро средняя. Я напомню, наша средняя зарплата... Ну по официальным данным, да. Да, по официальным данным. Это значит, что минимальная зарплата врача должна быть 2000 евро. И я могу сказать, что если бы так, это не будет за год или два достигнута такая цифра, но эта цифра позволит хотя бы остановить отток врачей, потому что ситуация может быть достаточно печальной. А есть ли вообще какие-то действительно прогнозы, потому что мы понимаем, что сейчас во многом все держится еще на том поколении врачей, которые пришли в медицину в 70-е, может быть в начале 80-х годов, вот это уже поколение людей, которым предпенсионного возраста. Вот что может произойти, если они уйдут на пенсию, и вот насколько эта система действительно может зашататься? Средний возраст врача у нас в Латвии 52 года. 52 года. Врачи, которые от 25 до 40 лет, нас ожидает очень большая, так можно сказать, демографическая яма. Потому что сейчас, как вы правильно заметили, эти врачи того поколения, они обучают нас. И принцип обучения врачей предыдущее поколение обучает следующее поколение. И, ну, к сожалению, то, что мы видим, по одному, по два человека каждый год уходят на пенсию, а никто же не приходит. То есть никто не приходит на их место, кто готов обучать молодых врачей. Есть отдельные. Тут нельзя сказать, что вообще в систему никто не входит. Но те, кто входят, они не в таком количестве. Это объем работы, с которым нужно справиться. Ты не можешь думать ни о какой науке, ты не можешь думать ни о каком обучении резидентов. Ты на этой работе выгораешь так, что ты своему коллеге, ну, ты не можешь его обучать уже. И мы уже в том месте, если 5 лет назад мы могли сказать, давайте повысим количество мест в резидентуре. Вот у нас обычно 220, 230, даже на самом деле меньше, около 180 их каждый год. И есть такие люди, тезис, то есть повысим до 300. Ну как, повысим до 300, подождем 5 лет, у нас будет много врачей. Но очень легко подписать бумажку, на которой цифра 300. А кто будет учить этих врачей в больнице? То есть мы заканчиваем 6 лет в университете, поступаем в резидентуру. И еще 5 лет под руководством врача. То есть мы работаем самостоятельно. Там, конечно, в каждой специальности немного своя специфика. Но мы проходим обучение под руководством кого-то. Но уже сейчас... Интерны, мы все смотрели этот сериал. Ну, резиденты, это в наше время уже резиденты называются. Но принцип, то, что я хотел сказать, сейчас уже нельзя повысить места в резидентуре. Те, кто говорят, давайте больше мест в резидентуре, их нельзя повысить. Нету врачей, не проходит столько манипуляций, чтобы такое количество врачей обучить. С этими словами очень многие не согласятся. Особенно нынешним студентам, если они послушают это, они будут очень не рады. Но, к сожалению, это правда. То есть мы уже не можем не говорить об этих проблемах. И... А врачей будет становиться меньше, кто имеет право обучать, кто может обучать. И у людей просто нет. Ну, это просто-напросто выгорание. По поводу, может быть, формы акции протеста, пикета протеста, который был 7 ноября, а сейчас такая акция со свечами происходит, да, вот я понимаю, длительностью в одну неделю. Насколько можно говорить о плодах? Ведь правительство даже вот во время протеста вас пригласили на переговоры, по результату которых извинились перед вами. Председатель Сейма сказал, ну вот вы должны войти в наше положение, ну ограничен у нас бюджет, ну ниоткуда нам взять эти деньги. Можем еще попытаться что-то перераспределить. Медики уже даже сами начали пытаться, да, искать эти деньги. И вроде бы даже нашли, показали вот отсюда, можно взять отсюда, от этого отказаться. Но, как вы уже сказали в начале программы, сами только пообещали резидентам на 20% увеличить зарплаты. То есть, обещания выполнены скорее всего, можно уже сейчас предположить, так и не будет. Сегодня-завтра будет рассматриваться в окончательном чтении проект этого бюджета. Какие ваши действия дальше? Будете вы также едины вот в своих помыслах? И какова стратегия медиков страны? Несмотря на вчерашнее заявление о том, что 20% будет резидентом, всем остальным будет только 10%, это нас не раскалывает. Завтра состоится очередная рабочая группа, где мы примем уже конкретные решения, что дальше происходит. Точнее, мы знаем, что номер один, завтра обсудится запрос о демиссии министра здравоохранения. Номер два, это протест, стрейк всех врачей. И стрейк это значит, что не работают, не получают зарплату до момента, пока правительство сами не примет требования. Или пока не достигнется какой-то компромисс. То есть, не работает никто, конечно же, это не касается неотложной медицинской помощи, она всегда будет в любом случае оказывать эту помощь. И номер три, уже совсем такой последний шаг, это сбор подписей за распуск Сейма. Но по поводу сбора подписей за распуск Сейма, вы же знаете, сколько подписей? 150 тысяч. Мы отлично информированы обо всей этой ситуации, да. То есть, мы не кидаемся словами, как политики, на ветер. Да, насколько это реально или нереально, тоже об этом можно поговорить. Это определенный мерило демократии, да, когда люди тоже имеют какую-то весомость в обществе. Если потенциально рассуждать об этом, как вы думаете, удастся ли вам собрать 150 тысяч, вообще стоит ли подписей граждан Латвии, и стоит ли это того, чтобы снова погружаться в состояние хаоса? Потому что, когда не сформировано правительство, когда все и каждый будет бороться за, может быть, свои интересы, мы погрузимся вот в то время, когда вот только-только избран Сейм, и каждый кандидат в премьеру пытается собрать свой кабинет. И не происходит ничего на благо жителей Латвии. Я согласен. Я сразу скажу, я не считаю, что это очень прагматичное решение, сбор подписей за Роспуск Сейма. Я тоже не считаю, что это прагматично ждать, пока опять разделят все должности и опять что-то начнет двигаться. К тому моменту уже все забудут, почему вообще это все произошло. Но по порядку. Реально ли собрать 150 тысяч, тяжело сказать. Сейчас поддержка простых людей, те, кто не связаны с медициной, я думаю, она достаточно большая. То есть уже никто на самом деле не верит всем этим вброскам новостей, взятках, о зарплатах. У нас общество, оно все-таки развивается. Государства, политики уже не могут считать народ совсем за таких глупых людей. Поэтому спекулировать можно, даже если не будет этих 150 тысяч, это будет 30, 20, 30, 40 тысяч. Но если на это не обратить внимание, что работой Сейма недовольно такое количество людей, то нет других инструментов. Это я отвечаю на второй вопрос. Это не прагматично, но мы прошли через все инструменты демократического устройства государства. Что это значит? Все полтора последних года проходила работа о том, откуда брать деньги, как их делить, как повысится зарплата. Здесь стоит добавить, простому жителю кажется, человек, вот врач получает там по некоторым данным 4 тысячи в больнице, эти 20%, чтобы ему повысить на 20% зарплату, нужно намного больше денег, мы можем ожидать тем, кто меньше получает зарплату. Так вот, эти 120 миллионов, они нужны для того, чтобы повысить минимальную зарплату. Здесь никто не повышает зарплату тем, у кого 4, 5 или 6 тысяч. У кого уже высокие зарплаты, да? Именно так. Это для того, чтобы повысить минимальную планку, которая сейчас является 1000 евро. То есть меньше 1000, ни одна больница врачу не может предложить договор. И чтобы повысить эту минимальную планку для всех врачей, нужны 120 на 20%, нужно 120 миллионов. Это значит, что врач, который получал 1000 евро, у него реально прирост будет 20%. У того, кто получал 2000, будет прирост только 10%. Ну, процентуально, то есть простейшая математика. И мы прошли все инструменты того, как мы работали, мы разрабатывали ступенчатую зарплату у резидентов. Про резидентуру это вообще отдельный рассказ, какие зарплаты там. И это такое нигде в Европе нет. Как можно совмещать, учиться, содержать себя. Именно так. Мы постоянно участвовали во всех заседаниях Министерства здравоохранения, в рабочих группах. В конце августа нам заявляют, что, извините, вы поработали, молодцы, но денег не будет, как в России популярное выражение, денег нет, но вы держитесь. А премьер-министр у нас еще красочнее сказал, по-латышски это звучало. Про торт надо отказаться, да? Про торт и о том, что нужно турет гайшу скату знаку. Это значит, смотрите, светлое будущее, все будет хорошо. И сейчас, когда уже в августе заявили, что денег не будет, мы также продолжали работать. Были встречи с политиками, с Министерством здравоохранения. И мы предупреждали, что не будет, ну, общество врачей, общество медицинского персонала может быть очень недовольно, потому что, как я уже до этого говорил публично, всем молодым врачам дали конкретно понять 20%, 20% и 20%. Три года подряд мы повышаем эту минимальную планку, что значит, у тех, у кого маленькие зарплаты, они растут быстрее, чем у тех, у кого они большие. И это, честно скажу, это была большая мотивация для многих сразу не уезжать, подождать. Среди нас, молодых врачей, выпускников этого года, популярна была фраза, подождем до декабря. Верить здесь политикам, это самое последнее, что мы будем делать. И когда я это тоже говорил, подождем до декабря, я честно верил, что, ну, не может же быть так, что в очередной раз, там, грубо говоря, десятый раз подряд, уже даже закон принят. Ну, куда еще дальше, в демократическом государстве. Ну, закон приняли, чтобы сказать всем, неважно, кто придет, деньги будут. И сейчас будет скоро декабрь, и что происходит? Денег нет. Затяните, пожалуйста, наушники, давайте начнем принимать звонки. Да, доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Я с большим удовольствием слушаю вашу сегодняшнюю передачу. Хочу сказать, что к вашему духу, вот именно врачей, как и такого общества, что ли, сейчас такой команды, с большим уважением отношусь, потому что, может быть, с вас именно поворотный момент какой-то и начнется. У меня вопрос такой, как бы про деньги, но немножко с другой стороны. Я вот ни в коем случае не хочу сеять смуту, но вот неоднократно уже слышал истории о том, что существуют проблемы внутри самой системы здравоохранения какого рода. Когда определенные группы людей, в частности, я там даже про одну терапевтическую отрасль слышал, что там одна семья из пяти человек контролирует, собственно, весь поток денег в рамках этой отрасли. Я ни в коем случае сейчас не сею смуту, просто скажите, пожалуйста, может ли быть такое явление в нашем латвийском здравоохранении, и насколько это действительно может быть проблемой. Потому что, согласитесь, если определенные субъекты или семьи, или там группы людей контролируют денежные потоки, это ведь тоже может нести определенный негативный эффект. Сколько бы денег нам из бюджета не выделялось. Я вам желаю большую удачу. Всего хорошего. Спасибо. Здесь нечего скрывать. Да, есть определенные люди, которые в свое время, в 90-е годы хорошо устроились. В Латвии. Становится ли их больше? Нет. Их становится все меньше. Мы, наше и общество медицинского персонала становится все более открытым, все более демократичным. И если эти люди могут забрать себе какую-то часть денег, то и об этом кто-то знает фактами, и, к сожалению, были бы такие факты, мы бы были уже в определенных институциях латвийских. Да, слухи такие ходят, но с этим борются, с этим определенно борются. Поэтому нельзя было бы сказать, что вот сейчас повысив кому-то зарплаты, что деньги туда идут. Это, кстати, слушатель очень правильно, очень правильный вопрос задал. Это опять касается. Есть группы людей, которые лоббируют, чтобы эти деньги ушли в другую сторону. То есть у нас есть так называемые доплаты. Доплаты за манипуляции, что является самым-самым непонятным видом, как вообще оплачивается зарплата. То есть, да, это черная сторона медицинской системы. Все министры обещают с этим работать, с тарифами, с манипуляциями, с этими доплатами. Никто этого реально не делает. Поэтому мы ни в коем случае не разрешим, и мы всегда будем против того, чтобы повышались эти доплаты. Повысив минимальную планку, минимальные зарплаты, деньги просто не могут уйти к какому-то конкретному лицу, потому что они привязаны к каждому врачу. Эти деньги не будут где-то в какой-то конкретной отрасли. Но лобби есть, определенно. В WhatsApp пишут, вам выражают поддержку, говорят о том, что если необходимо, и 150 тысяч подписей за три дня соберем. Также задают вам вопрос, Виталий спрашивает, какую зарплату резиденты и врачи получают сейчас в час. Есть врачи разных специальностей, какая самая тяжелая и какая самая легкая, на ваш взгляд? В начале про зарплату, то есть все это оговорено кабинетом министров, резидент получает за, давайте конкретный пример, меня, то есть куда дальше, 198 часов отработаны в октябре, за них получено 740 евро на руки. То есть 200 часов для слушателей, те, кто может немного не на ты с математикой, 168 часов это нормальная ставка. То есть человек работает еще 8 часов в день, 168 часов работает в месяц. У нас это 200, 200, 740 евро, при том, что приходя домой, ты должен думать о том, то есть это резидентура, черточка учеба, скажем так. Ты приходишь домой и... Вы же не платите? Нет. Но есть те, кто платят. Есть те, кто платят, и это мне вообще непонятно. Ты платишь чуть больше 5000 евро в год, чтобы тебе дали разрешение работать. То есть абсурд 21 века, это рабство, это по-другому не назвать. Тебе никто не оплачивает, не еду ничего. Ты платишь 5500 евро за право лечить пациента. Да, это не оплатывается. Ну какие-то же деньги вы тоже получаете, я имею в виду резиденты тоже получают? Нет. Вообще нет? Те, кто платят, получают ноль. У них доход ноль. То есть они еще вынуждены где-то работать, чтобы оплачиваться. 200 часов, 200 часов за бесплатно. То есть это просто об этом всегда говоря. Это кажется, что это сериализм какой-то. То есть где мы вообще находимся? Вы знаете таких коллег? Как они живут? Таких человек больше 150, я вам скажу. Что их мотивирует? Почему? Может быть некоторые не могут уехать за границу. Рано или поздно они ломаются. Часть раз не хочет уехать за границу. Два. У некоторых здесь семьи. Но некоторые просто не могут. Вот они не чувствуют себя за границей. Хотят работать здесь. Но возможности поступить на бюджет у них не было. И они выживают работа еще дополнительно. Ну вы можете примерно представить, сколько часов нужно работать, чтобы хотя бы минимально на еду, на квартиру заработать. Если за 200 часов ты платишь сам 5,5 тысяч в год. И еще 200 работают, чтобы заработать... 16 часов получается нужно работать. Практически, практически да. Так вот резиденты это... Ну вот 740, это никакой не... Ну это не конфиденциальная информация, она оговорена в кабинете министров за 200 часов. Ставка врача начинается официально, минимальная. 1147 евро. Если сейчас будут приняты вчерашние, точнее они уже приняты, и сегодня их только нужно подтвердить, о том, что резидентам будет плюс 20%, разница между резидентом и сертифицированным врачом, ставка, она уже будет 47 евро. То есть некоторые даже говорят, зачем брать на себя ответственность, лучше быть постоянно резидентом. 47 евро там ничего... Да, потому что там ответственность уже в раз 5. Про 16 часов тоже спросил президент. Когда мы были у президента в гостях, он выслушал нас вначале, раз про зарплаты, где он сказал, что к этим цифрам, которые я называю, добавьте зарплаты в конвертах. Ну о каких конвертах можно говорить у молодых врачей? О каких конвертах? Мы официально одни не можем ничего делать. То есть у нас всегда за нами есть человек. Нету конвертов. Есть отдельные люди, и это взятки. Об этом нужно сообщать. Вот, кстати, действительно, вот об этой ситуации. Вы знаете, ведь это, например, я знаю, что в советское время повар в столовой получал очень маленькие деньги, потому что официально считалось, ну как, ну повар, он, значит, ворует продукты, и у него, ну, есть уже доход, и у него не надо платить большую зарплату. И получался порочный круг, то есть если честный человек приходил на эту должность, он не мог выживать, и он был вынужден воровать продукты. То есть как бороться вот с этими, потому что я не представляю себе, чтобы, ну, все-таки в цивилизованной стране нужно было платить официально за услугу и еще неофициально. То есть это какой-то, опять-таки, сюрреализм, который, ну, вот для европейца или, не знаю, для американца, наверное, ну, кажется чем-то какой-то дикостью. Не надо Америку даже брать. Германия, Австрия, Швейцария. Вы работали, кстати, в Австрии. Я в Австрии провел чуть больше года, и в Германии также несколько месяцев проходил практику, то есть я там был по обмену. И, конечно же, этим людям непонятно, если государство говорит, у нас государством оплачиваемая медицина, о чем государство не договаривает, что у нас оно оплачено на 50%, в некоторых случаях чуть меньше, точнее, чуть больше, но, по сути, человек, идя за любую услугу медицинскую, должен будет доплатить. Это у семейного врача, это за вот отдельный визит, евро-42, за любую манипуляцию, рентгены, компьютерную томографию, все равно будет какая-то доплата. За операцией будет доплата. Там так и написано, пиа-макса, доплата за какую-то манипуляцию. В нашем обществе нет места взятых. Как с этим бороться? Ну, наверное, поэтому я здесь тоже с утра сижу. Нет места, такого понятия не должно быть. Пациенты очень много между собой тоже. Вот слушатели могли бы сами себе задать вопрос, когда они последний раз были в больнице, у них вставал вопрос, а подождите, а может, деньги нужно с собой взять? А сколько нужно взять? А 50 или 100 евро? А может быть, 200 евро? А почему такой вопрос встает? Что кто-то из врачей это сразу требует? И это накручивается, накручивается, и потом друг другу рассказывается. Мы от пациентов, даже от родственников, слышали, как попадают в больницу, ну и я, как человек из медицины, я своему родственнику сразу говорю, о каких деньгах? Ни о чем не надо. Ну то есть не надо никакие деньги. А пациенты в палате ему начинают рассказывать, нет, тут нужно заплатить. А я лично знаю, что там врачи никогда, ни медсестры, ни врачи, никакие деньги не берут. И родственник, конечно же, звонит и спрашивает, ну подожди, мне тут пациенты подсказывают, что обязательно нужно платить. Но это абсурд и фарс просто. Очень часто пациенты сами друг другу, ну они накручивают друг друга. Правильно. Наденьте, пожалуйста, наушники. Да, у нас сегодня член правления Ассоциации молодых врачей, резидент университета имени Страдыния, Артур Шилов. Доброе утро, как вас зовут? Мы вас слушаем. Доброе утро, Владимир, меня зовут. Всецело на вашей стороне. Но если позволите призыв, просьба, совет. Вот не делать холостых оборотов. Вечи, флаги, песни у Сейма ничего не дадут абсолютно. 150 тысяч, я думаю, уверен, не соберем. То есть просто, если вот вы что-то делаете, чтобы не тратить зря энергию точечно, как можно жестче, потому что ни Рейр с Бондарсом, ни Карин с Винтеля, они не собираются помогать, прибавляя себя тысячами. То есть просто вот как бы от всей души. Вот как можно жестче и как можно точнее. Потому что все остальное, это распыляет ваши усилия, это надежды кого-то. Вот свечи зажгли, флаги спустили, они увидят. Ничего они не увидят, пока им по темечку не постучишь. Просто вот от всей души вам желаю, чтобы вы услышали. 150 тысяч, повторяю, не соберем, к сожалению. Спасибо большое, Владимир. Сразу еще один звонок примем, да, к этой рекомендации. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Да, пожалуйста. Ну, вы знаете, вот я сам в больнице не был, но у меня знакомые, так сказать, довольно много были. И денег они с собой не брали. Только потому, что у них их просто нет. То есть общество, оно еще беднее, чем эти врачи. Вот вы можете сказать, например, что вы в своем сообществе, врачебном, навели порядок, что все у вас довольны распределением. Вот в контексте не предыдущего, а вот еще раньше слушатель говорил, как распределяются потоки. Я бы посоветовал вам сначала навести порядок в своем сообществе и честно сказать, что вот мы все сделали, что от нас зависит. А теперь давайте нам повышайте зарплату. Так вы же этого не говорите. У вас, оказывается, своих проблем там куча. А вот зарплату давайте. Спасибо. Ну, это, я понимаю, такой эмоциональный... Я так и не понял, что значит навести порядок. Нет, я отвечу, если можно. Это самая частая, то есть риторика, которую используют и все политики. Наведите у себя порядок, а потом мы начнем говорить о зарплатах. Слушателю я мог бы ответить, что мы же не скрываемся, мы же не прячемся в домике и говорим, мы такие святые, у нас все отлично. Проблемы есть, и с ними мы пытаемся их решить, но врачи не могут. Поймите нас, 10-часовой рабочий день, остальные часы мы тратим на то, чтобы подумать, как решить проблемы, остальные часы мы тратим на встречи, на переговоры, и выходит так. Мы должны лечить пациентов, мы должны думать о том, как устроена система, мы должны предложить решение для... Мы должны заниматься политикой. Заниматься политикой, да. Мы должны быть администраторами, мы должны быть экономистами, финансистами, юристами и всем, кем только можно. А политики будут сидеть и ждать только решений. Я согласен с тем, что есть определенные проблемы, но давайте смотреть все-таки немного шире. Если бы у нас от ВВП процент финансирования был бы 8%, а результаты того, насколько здоровое общество, насколько мы можем предложить медицинские услуги, были ниже среднего уровня, тогда я бы вообще здесь не сидел, мы об этом вообще не говорили. Тогда, понятное дело, система перефинансирована, результативные показатели низкие, и нужно решать проблемы внутри. А то выходит так. Подождите. Мы сейчас ОЭЦД... Экономическая организация богатых стран, так, наверное, выходит. Они только-только что на днях выпустили прогноз того, как у стран вырастет финансирование медицинских систем. Я смотрела, там больше Турции, да? Мы вторые с самого конца. За Турцией. Только Турция к 2030 году будет уделять меньше от ВВП, чем Латвия. Только Турция. Сейчас зарплаты в Европейском Союзе, мы опять же идем на втором месте. Есть только одна страна, которая платит еще меньше своим работникам. Это Румыния. Мы на уровне с Румынией сейчас. Артем пишет в Асапе. Нет, не давайте я вам комментарий прочту. У меня жена врач, знаю ситуацию изнутри. Она работала всегда в двух-трех местах, когда была резидентом. И сейчас также есть врачи в кругу общения. У всех ситуация аналогичная. Она учит шведский. Готовим запасной аэродром, так сказать. Вот по поводу запасного аэродрома, да, и что творится с резидентами. Недавно на латвийском телевидении интервью давал глава Латвийского общества больниц, господин Каллайс. Он, кстати, говорил о молодых врачах, что их с руками забирают за границей, что из нынешних выпускников уже половина настроена на то, чтобы уезжать. И там, допустим, условия работы, действительно, когда вы не только вынуждены платить еще за свою резидентуру, но вы получаете деньги, вам оплачивают учебу, все для того, чтобы вы качественно могли учиться и развиваться. Тогда вопрос. Поскольку вы сами проходили также, я понимаю, резидентуру, да, в Германии? Не резидентуру, один год из этих шести лет в медицинском... А, в первые шесть лет, да? У вас была какая-то практика. Пятый год я провел по обмену по Эрасмусу в Австрии. Почему вы не остались? Или были ли у вас такие действительно мысли? Это тоже очень хороший вопрос. Предлагали ли мне? Конечно, предлагали. Но нужно было тогда потратить еще один год дополнительно, чтобы закрыть те пробелы, которые не сходятся с их программой медицинской. Это был первый аргумент, что я не хотел оставаться. Но рассматривал ли я отъезд из страны? Определенно. Пока я был там, я определенно был уверен в том, что я поеду за границу, будет это или Австрия, или Германия. Но знаете как? После окончания, после получения уже диплома, когда все успокоилось, устаканилось, экзамены все сданы, ты так садишься и начинаешь думать, а зачем ехать? Деньги тебя интересуют? Или какая твоя личная мотивация? И ты начинаешь понимать, что не из-за денег ты шел сюда. Это государство, в котором ты родился, ты вырос, ты хочешь, чтобы здесь... А кто будет лечить этих людей? Вот у меня родственники тоже всегда спрашивают. А кто будет лечить? Ну вот ты уедешь, твой однокурсник еще уедет кто-то. А кто тогда всех нас будет лечить через 20 лет? И ты как-то не думаешь об этих деньгах, но вот начинается резидентура, ты попадаешь в этот водоворот просто несоразмерных рабочих часов на многих работах, и рано или поздно даже самые ярые патриоты ломаются и начинают учить язык. Потому что... Ну немецкий, шведский, да, вы сейчас имеете в виду другой язык. Про проценты тех, кто уедет, 20% определенно сказало, что они собираются уезжать. К январю, я думаю, эти 20% и уедут. Про 50%... Ну, спасибо депутатам, спасибо министру здравоохранения. Разговоры о том, какой язык учить, в какой момент уезжать, они усилились среди врачей, как никогда. Вот у меня сразу вопрос, когда будет эта пройдена точка невозврата, потому что понятно, что в какой-то момент ситуация станет, ну, просто ее уже невозможно будет даже вернуть, то есть вот не будет молодых людей, которые идут учиться, и не будет уже того поколения, которое может научить, и вот когда это вот, это будет соломинка, которая переломит хребет верблюдом. То есть вот по вашим прогнозам, сколько осталось времени? Мне самому тяжело сказать, здесь я могу только субъективно высказать мнение, опираясь на то, что мы обсуждаем с врачами старшего поколения, с коллегами, которые немного старше меня, и врачи говорят, что ну, вот плюс-минус два года, и мы будем в этой точке невозврата уже. Я бы сказал бы, уже сейчас, если мы хотим, чтобы что-то начало развиваться, потому что мы еще не достигли точки, где остановился отток врачей. То есть 200 врачей каждый год до сих пор уезжают. Напомню, заканчивают, общее количество студентов, которые заканчивают, молодых врачей, около 200, такое же, около 200, и 200 уезжает. Но, опять же, мы здесь встретимся с тем, что некому будет обучать этих, кто закончил. Поэтому вначале нужно остановить отток, нужно попытаться вернуть тех, кто уехал. И я боюсь, что мы уже в той ситуации, когда скоро придется платить другим государствам за обучение наших же молодых врачей в резидентуре там, с последующим возвращением сюда. Только проблема в том, что если ты поработаешь там, ты уже практически сюда не вернешься. я тоже с этим столкнулся, очень тяжело вернуться в систему, которая после того, как ты там побыл, и ты увидел, как эта система работает, где в центре системы человек, житель Латвии, где врач не должен быть одновременно юристом, политиком, организовывать всю систему, он думает о своей примарной обязанности работать, а политики и администраторы думают о своей. Но у нас, к сожалению, пока еще не так. Нам на этом пора заканчивать. Спасибо большое, что пришли. Надеемся, еще в этой студии увидимся, будем следить за событиями. Мы вас поддерживаем. Напомню, член правления Ассоциации молодых врачей, резидент университета имени Страдыни, Артур Шилов, был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам за это. Спасибо большое.